Это история о человеке по имени Мик Филпот, который был местной знаменитостью в Англии. К своим 50 годам у него было 17 детей и долгое время он был частым гостем на различных ток-шоу английских телеканалов. Но настоящую славу он получил в 2012 году, когда его история вышла за пределы Англии. Мик Филпот родился в 1956 году в городе Дерби в Англии. Его серьезные отношения с противоположным полом начинаются с девушки по имени Ким Хилл. Они познакомились, когда ей было 15 лет. Мик был на 4 года старше нее. Он был ее первой любовью и, как и все в таких случаях, она была уверена, что это на всю жизнь. Разочарование пришло очень скоро. Сначала Мик стал контролировать ее везде и во всем, а позже проявлять агрессию без особого повода. В первый раз, когда он ударил ее, она даже не поняла, почему это произошло. Но Мик знал, что если он перегнет палку и об этом узнает отец Ким, то тогда уже не поздоровится ему самому. Однако со временем барьеров для Мика стало становиться все меньше и избиение Ким превратилось в обыденность для него. Ему было все равно, происходит это дома или на публике. В частности, один раз Мик взял кий для бильярда и ударил им Ким по лицу. Это произошло в баре полном людей, но никто не заступился за нее. Мик сказал ей сесть в угол и замолчать, что она тогда покорно и сделала. Естественно, никто не готов терпеть такое отношение к себе и Ким пыталась уйти от Мика, но это было непросто. Когда она сказала ему, что собирается расторгнуть с ним отношения, Мик сломал ей руку. Затем он взял молоток и сказал, что в следующий раз, когда она захочет уйти от него, он использует этот молоток, чтобы ее остановить. Ким знала, что если ее отец узнает об избиениях, то он немедленно полезет в драку с Миком. Но также она знала и на что способен Мик. Она боялась за отца, поэтому врала родителям, что получает синяки либо по неосторожности, либо в школе. Терпения и страха Ким хватило на два года. В июле 1978 года она наконец ушла от Мика, отправив ему прощальное письмо, в котором написала, что с их отношениями покончено и что она остается жить у родителей. Это было настоящей пощечиной для него и Мик тут же отправился к дому родителей Ким. Он дождался, пока ее отец уйдет на ночную рабочую смену и как только это произошло, он незаметно пробрался на второй этаж дома в спальню Ким, где нанес ей 27 ножевых ранений. Крики Ким услышала ее мать. Она ворвалась в ее комнату и также получила 11 ударов ножом от Мика. Однако каким-то невероятным образом матери Ким все-таки удалось выбраться из дома. Она бежала по улице громко крича, что естественно привлекло внимание соседей и они вызвали полицию. Когда полицейские прибыли, то они обнаружили Мика, сидящего на крыльце с окровавленным ножом в руках. Это кажется невероятным, но Ким и ее мать остались живы. И вместо срока за убийство Мик получил срок за покушение на убийство. Он был приговорен к 7,5 годам тюрьмы, из которых отсидел только 3 и был выпущен на свободу за хорошее поведение. Все эти 3 года Мик писал письма Ким. Он просил у нее прощения и писал, что когда он освободится, то они обязательно поженятся. После освобождения Мик действительно женился. Но к счастью для Ким не на ней, а на девушке по имени Памела Ломакс. И первые дети у Мика появились в браке с этой женщиной. Но хоть Мика и освободили за хорошее поведение, его отношение к женщинам осталось прежним. Теперь вместо Ким он избивал Памелу. Он знал, что она не пойдет в полицию или не разведется с ним, поскольку Памела знала, что произошло с предыдущей девушкой Мика. Единственным шансом освободиться от домашней тирании для нее было то, что Мик сам оставит ее и уйдет к другой женщине. К счастью для Памелы, вскоре так и произошло. 37-летний Мик Филпот завел отношения с 14-летней Хезер Кьо. И когда той исполнилось 16 лет, она сбежала с ним из родительского дома. К тому времени она уже была беременна от Мика двойняшками. Но вскоре Хезер поняла, что сделала ошибку. Это произошло после того, как Мик избил ее за то, что она была беременна мальчиками, в то время как он хотел девочек. Осознание того, что Мик это не тот человек, с которым она хочет жить дальше, пришло очень быстро. И Хезер также сбежала от него, оставив детей с ним. И только через пару месяцев с помощью суда ей удалось вернуть их. В 2000 году Мик встретил девушку по имени Морейн Даффи, 19-летнюю мать-одиночку, которая недавно развелась из-за того, что ее муж избивал ее. Каким-то невероятным образом ей удалось найти подход к Мику, и они стали жить вместе. Их отношения были довольно странными. Через год после встречи с Морейн у Мика начались отношения с Лизой Уиллис, 16-летней сиротой и также матерью-одиночкой. Морейн знала о их отношениях, но это не особо заботило ее. И в 2002 году Лиза и ее ребенок стали жить с ними. В 2003 году Мик и Морейн поженились. И как бы это не было странно, но Лиза была подружкой невесты на их свадьбе. В итоге к 2005 году Мик, Морейн, Лиза и 9 детей жили вместе в трехкомнатном доме, который им предоставило правительство. Несмотря на такое количество детей, нельзя сказать, что жизнь Мика была хлопотной. Морейн и Лиза ходили на работу, но всеобщие деньги хранились на банковском счету Мика. По большому счету Мику и не нужна была работа. Ему хватало денег, которые зарабатывали его женщины, а также тех дотаций, что их семья получала от государства на детей. Вскоре Морейн и Лиза вновь забеременели. И это был отличный повод для Мика попросить у государства дом побольше. Но к своему удивлению Мик получил отказ, так как свободного муниципального жилья требуемых размеров в тот момент не было. С этого момента Мик стал часто появляться на британских каналах. Такая необычная семья вызывала огромный интерес журналистов. Мик быстро стал местной знаменитостью. И при каждом своем появлении на телевидении он делал упор на то, что государство не заботится о его семье. Но попытки Мика получить поддержку общественности и надавить таким образом на правительство дали обратный эффект. Вместо симпатий общества он получил лишь порицание, поскольку никому не могло понравиться, что взрослый мужчина ходит по телеканалам вместо работы и просит денег у государства вместо того, чтобы самому пытаться обеспечить свою семью. Со временем он даже получил прозвище «мерзкий Мик». Постепенно ко всем бедам Мика добавилось то, что Лиза уже не была такой покорной, как раньше. Теперь она стала взрослее. Это уже не была та юная 16-летняя девочка, волю которой он мог спокойно подавить. Теперь она стала женщиной и, в отличие от покорной Марейн, иногда могла вести себя чересчур своенравно. Она была сиротой, она выросла в детском доме и уже с детства поняла, что нужно рассчитывать только на себя. Это привело к тому, что в 2012 году Лиза сделала то, чего не решалась сделать ни одна девушка Мика с 1978 года. Пока Мик был в отъезде по своим делам, Лиза собрала свои вещи, те сбережения, что хранились наличными в их доме и, взяв с собой детей, сбежала от Мика. Такой пощечин Мик не получал очень давно, с тех пор, как в 1978 году Ким Хилл также дерзко сбежала от него, за что потом была наказана 27 ударами ножом. Но в этот раз единственное, что он мог сделать, это забрать у Лизы детей. Все-таки, каким бы куском дерьма не был Мик, окружающие замечали, что своих детей он действительно любил. Сейчас с ним и Марейн осталось только их шесть общих детей. Но если бы Мик получил еще и право на опеку их общих детей с Лизой, то он бы получил и больше денег от государства на их содержание, что позволило бы ему и дальше жить без работы. В результате чего начался долгий судебный процесс между Миком и Лизой за право опеки над их общими детьми. Как я и сказал, за годы, прожитые с Миком, Лиза выросла. Непростая жизнь с ним закалила ее. Она не могла просто так отдать ему своих детей. И за день до суда, который должен был решить, с кем останутся их дети, произошло нечто немыслимое. 11 мая 2012 года ужасный пожар произошел в доме Мика. Пятеро детей, Джейд, Джон, Джек, Джесси и Джейден, спавшие на втором этаже, погибли сразу на месте происшествия. Их сводный брат, первый сын Марейн, Дуэйн, позже умер в госпитале. Все они получили многочисленные ожоги, но основной причиной смерти было чрезмерное вдыхание дыма. Спастись удалось только Мику и Марейн. Согласно отчетам пожарных, температура в комнате детей во время пожара доходила до 500 градусов и никто не имел ни малейшего шанса выжить в таких условиях. Конечно, Мик был настоящим куском дерьма, но даже он не заслуживал такой участи. Мик. 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 Продолжение следует... Да, Мик и Моррейн намеренно устроили пожар, в котором погибло шестеро их детей. Но зачем они это сделали? После того, как Лиза ушла от Мика, конечно, он был зол. Но в этот раз он не мог просто прийти и избить её, как делал это раньше. Поэтому он решил отомстить ей по-другому. План состоял в том, что Мик, его друг Пол и жена Моррейн устроят поджог дома Мика и Моррейн. Они подготовили пути отхода, расставив лестницы возле окон. И всё действительно должно было выглядеть так, как намеренный поджог. Только при этом Мик должен был геройски спасти свою жену и детей. В соответствии с планом в поджоге должны были обвинить Лизу, что негативно бы сказалось на её шансах получить опеку над детьми. В итоге она осталась бы ни с чем. А Мик бы получил признание общества за спасение своих детей. Право опеки над детьми Лизы. Деньги от государства на их содержание. И новый большой дом взамен сгоревшего. Но в итоге план провалился. Огонь стал распространяться гораздо быстрее, чем было запланировано. Он быстро перекинулся на лестницу, ведущую на второй этаж. Тем самым отрезав комнату детей от выхода из дома. Это стало фатальной ошибкой Мика. И теперь ему и Моррейн пришлось всячески показывать на публику, как они сожалеют о смерти своих детей. Скорее всего это действительно было так. Но в этом оказались виноваты только они сами. В итоге суд пришел к тому, что пара действительно не собиралась убивать своих детей таким образом. Поэтому все виновные в этом преступлении были осуждены за непредумышленное убийство шести человек. И 2 апреля 2013 года Моррейн Филпот и Пол Мозли получили 17 лет тюрьмы с правом на застрочное освобождение через 8,5 лет. Что же касается Мика, то он был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Уже находясь в тюрьме, Моррейн не раз говорила «Если бы я не встретила его, то я бы была сейчас на свободе. И что самое главное, мои дети были бы живы». А она заплатила слишком высокую цену за то, чтобы по-настоящему осознать, что за человек Мик Филпот. К счастью, остальные его женщины поняли это гораздо раньше. И вовремя успели покинуть человека, который на протяжении всей своей жизни разрушал судьбы тех, кто его окружал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok